Всем здравствуйте! С вами на связи Лени. Я приветствую вас на своем канале. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за последнюю беседу, которая состоялась между мной и вами под последним постом в разделе сообщества, когда я попросила вас поделиться своими мыслями, идеями, темами предложить, потому что давно я этого не делала. Меня очень обрадовала уровень, скажем, если можно обозначить ваших вопросов. Многие уже в теме и понимают, какие вопросы я рассматриваю. Для себя отметила энное количество, которые в ближайшее время я буду делать расклады. И были, конечно же, вопросы либо предложения на темы, которые достаточно обширны. И в контексте того, как правильно задавать вопрос, да, или не то чтобы какие вопросы не совсем правильные, не совсем корректные, наверное, я об этом расскажу в прямом эфире, который я предполагаю, что я его проведу на следующей неделе. Поэтому не пропустите анонс к прямому эфиру. Скорее всего, это будет на следующей неделе в четверг. Мы с вами поговорим, потому что было очень много интересных тем затронутых, касательно, например, детских сценариев, касательно зависимости непосредственно, касательно чисток и многое другое. Ну и, конечно же, формирование вопроса. Почему? Потому что второе – это система ответов на вопросы, если мы смотрим на более бытовом уровне, да, таком понятном для себя. И здесь очень важно задать правильный вопрос, корректный вопрос, даже не совсем правильно, а корректный, который достаточно конкретен. Потому что когда мы употребляем абстрактные слова, такие как счастье, как удовольствие, успех и так далее, и так далее, ответ будет очень обширный. Поэтому важно как можно больше конкретизировать. Ну, об этом я, наверное, расскажу в прямом эфире, чтобы не забирать ваше время. Итак, первый расклад из тех, которые вы предлагали. Да, я для себя выбрала расклад, скорее всего, тему, тему, которую предложила моя коллега, Таро Анхесе Натон, если я правильно произношу. Тема, вы ее уже читали, да, расклады звучит. Какие психологические программы мешают выстраивать гармоничные отношения? Мы будем рассматривать достаточно так обширно в контексте отношений в общем, да, то есть не конкретно там между межличностной, да, между мужчиной и женщиной, либо отношения между матерью и ребенком, а в общем, да, гармоничные отношения между людьми, не обозначивая, кто является этими людьми. Так, у нас будет три позиции. Первая, вторая, третья. Голубой, красный, зеленый. Как обычно, тайм-коды есть в описании к видео. Я не устаю повторять, хотя само уже надоело о том, что в описании к раскладам есть список раскладов. Я про это говорю, но, видимо, либо вам не интересно, либо, я не знаю, люди не смотрят его. И многие из тех тем, которые были предложены, уже есть на моем канале. И достаточно было просто зайти в этот список, да, это гугл-таблицы, и в них посмотреть вообще, какие расклады есть. Потому что то, что вы предлагаете, 80% из того, что мне предлагалось, уже есть этих раскладов. А поскольку я не повторяюсь в тематиках, то мне было бы неинтересно, ну, заново записывать расклады на эту тему. Поэтому заглядывайте туда. Мы с вами приступаем. Так, отложу вот это. Работаем на Тару темного света и на колоде Тшака специально Тару счастья. Даже не Тару, а это оракульная колода. Итак, позиция номер один. И мы с вами для начала, что мы посмотрим? Что значит для вас гармоничные отношения? А потом уже посмотрим, какие программы вам мешают их выстроить. Итак, что значит по первой позиции, да, уточним. Что значит для вас гармоничные отношения? Во-первых, это комфорт. Это стабильность. Это постоянство. Это четко выстроенные границы. Это когда человек не лезет вам в душу. Когда вам внутри себя безопасно, спокойно. Когда нету какой-то суеты. Когда все четко, ясно и понятно. Есть некая определенность. Когда вас не качает на эмоциональных качелях. Здесь для вас очень важна такая, знаете, приземленность. Приземленность, постоянство, удобство. Это тоже очень важно для вас. Когда ваш ум и ваша голова находятся в спокойствии. Когда нету мыслей, которые бы вас напрягали. Когда нету суеты. Когда нету переживаний. Почему я говорю через отрицание, а не говорю напрямую? Потому что выпали карты такие достаточно, не то чтобы негативные. А они больше показывают минусовую сторону. То есть, если я вас прошу, что для вас означает гармоничное отношение. То ваше описание, оно будет идти как раз через то, что вы не хотите иметь в отношении. Вам сложно будет определить, что для меня гармоничное отношение это когда я вот такая. Когда у меня есть это. То есть, так вот сложно будет. Вы четко понимаете, чего вы не хотите в отношениях. А вот для того, чтобы определить, что бы вы хотели в отношениях. Вот это вот вам, возможно, будет сложно. Ну, во-первых, когда вы ощущаете себя свободными. Когда нет каких-либо ограничений. Когда нету лжи. Для вас это очень важно. Когда нету обмана. Нету каких-то вот иллюзий, фантазий. То есть, для вас, когда вы, я бы даже сказала, знаете, наполнены. Когда вот то, что вы ожидаете, да, вы это конкретно и получаете. То есть, нет такого, что вот я ожидала одного, а получилось что-то другое. То есть, вы достаточно такой конкретный человек. И во взаимоотношениях я не могу сказать, что вот вам прям важно какое-то душевное состояние. Там порывы, вдохновение или еще что-то. Нет, достаточно такое человеческое, приземленное понятие. Когда вы можете договориться с человеком, да. Хотя здесь, в принципе, карты не указывают на коммуникацию. Здесь они больше указывают на ваше внутреннее пространство, да. Чтобы туда просто никто не лез. Чтобы вас в конечном итоге оставили в покое. И многого от вас не просили, не требовали. Которые вы будете открываться и взаимодействовать с другими людьми только тогда, когда вы это пожелаете. И на тех правилах и условиях, на которые вы хотели бы. То есть, вы не тот человек, который вы легко впускаете в свое пространство других людей. Видимо, у вас был опыт таких прошлых отношений. Когда были зависимости, привязки. Потому что дьявол здесь указывает вам на финансовую сторону. На более такую приземленную, прагматичную сторону ваших взаимоотношений. То есть, для вас больше отношения не про любовь. Не про то, как это... Какая-то женщина, как за каменной спиной. Кто-то за нее решит, кто-то примет решение. Я пойду за этим человеком. Здесь вопрос доверия нет. Здесь, скорее всего, вопрос в том, что некая такая договоренность между людьми. Даже если это, допустим, в паре между мужчиной и женщиной. Четко договоренность, кто за что будет платить. Если ты будешь платить, чтобы я чувствовал себя в безопасности. То есть, вот здесь финансовый аспект, он играет очень важную роль для вас. И вам тогда безопасно. И это самое важное и самое главное. То есть, вы будете раскрываться перед другими людьми. Независимо от того, кто это. Только в том случае, когда вы почувствуете, что вам безопасно. Что не то, чтобы вас не предадут. А в том, что вы сможете среагировать в правильный момент на любую ситуацию. И быть в выигрыше. Не в проигрыше, а именно в выигрыше. Что вас не застанут врасплох. Поэтому для вас некая такая стабильность, устойчивость, постоянство. Оно очень важно в отношениях. Вас не будет напрягать, допустим, если есть некая такая рутина. Когда в отношениях, допустим, и вам все понятно. Вы не тот человек, который будете говорить, вот хочу что-то нового для себя. Главное, чтобы вас не трогали. Вот это вот очень важный момент. Чтобы вам было спокойно. Чтобы никто не лез вам в душу. Чтобы никто там не ковырялся. Желательно, знаете, даже такое ощущение, по минимуму, чтобы вы общались и разговаривали с людьми. Вы даже, не то чтобы нет у вас такой вот потребности, да, какой-то вот искренности, душевности, нет. А здесь, скорее всего, больше про то, что вот у меня такое, знаете, даже ощущение, что в вашем кругу, если мы говорим о друзьях, то, скорее всего, их нету. То, нежели такой вот более обширный круг друзей, ну, максимум, может быть, один человек. И то я бы назвала его больше таким приятелем, с кем, ну, которому вы в большей степени доверяете, нежели в вашем окружении есть друзья. В принципе, вы как друг такой достаточно неплохой, на вас можно понадеяться и положиться. Но вы предпочитали бы, для вас это будет все равно какой-то степени, какой-то груз, какая-то ответственность. Знаете, здесь вот ощущение того, что вы как человек по своей натуре, да, больше как отшельник. Не то, что вы закрываетесь от людей, а здесь как будто бы вырабочено по состоянию, по настроению. Вот когда я захочу, я это сделаю. Здесь главный, ключевой момент, это когда я хочу и что я хочу. Почему-то вам идет вот как-то вот в напряг. Поэтому любые гармоничные отношения для вас это договорные отношения. Когда можно договориться, когда можно обозначить, кто что делает, в какое время можно, в какое время нельзя. Пускай, знаете, присутствует ощущение какой-то сухости, но оно для вас более комфортно, нежели когда присутствует очень много эмоций. Неважно, это позитивные либо негативные эмоции. Вообще присутствие эмоций, а вы как будто бы, знаете, не то чтобы теряете контроль, а вы теряете себя. Вы растворяетесь вот в этих эмоциях и ощущаете в себе какую-то некую потерянность. А как мне дальше быть? Что мне дальше делать? И вот здесь вот про это. Поэтому гармоничные отношения у вас идут через то, чего вы не хотите. Хорошо. Что вам тогда, какие программы мешают построить именно те отношения гармоничные в вашем понимании, которые вы хотите? Мы посмотрим как минимум 3-4 программы и посмотрим, на что нужно обратить внимание. Так, какие программы? Ну, страх. Во-первых, вами одолевает страх. Это уже показатель того, что вот я не случайно сказала, что вы более такой логический человек, с логическим складом ума, который привык все анализировать, который привык все понимать. То есть если вам что-то непонятно, вас это уже напрягает. То есть вы не тот человек, который может легко открыться, довериться, положиться на других людей. Хотя, повторюсь, скажу, что на вас можно положиться. Вот как ни странно, да? Вы как-то на других не очень можете положиться. Поэтому одна из программ – это страх. Чего именно вы боитесь? Давайте вот мы посмотрим, потому что страх тоже опять-таки. Ну вот выпадает. Вы, во-первых, боитесь, что вас ранят. Вы боитесь довериться. Вот если можно сказать одним словом. Что значит доверие вот именно здесь, вот из этой ситуации? Вы боитесь открыться, да? Открыть, показать свою душу. Вам это хочется на самом деле помочь. Я хочу, чтобы был рядом с вами такой человек, с которым вы могли бы раскрыться, да? С которым вы могли бы показать всю красоту своего внутреннего мира. Но здесь вот такое ощущение, что вас не поймут и могут сказать что-то, что вас очень сильно ранит. Но здесь страх в контексте того, что очень ярко проявлено эго. Это когда, знаете, вот нету еще уверенности в себе. И вы как будто бы здесь не то, чтобы самоутверждение за счет других людей идет, а вы как будто бы хотите в себе сами утвердиться, да? Как будто бы найти опору на самого себя, чтобы вот расслабиться, да? Я не могу сказать, что есть внутри вас метание некое, но уверенности вот этого внутреннего стержня, да? На что можно опереться, его нету. И это вас немножечко дезориентирует в каких-то моментах. И поэтому страх ваш связан в первую очередь в то, что вот вами могут пользоваться, да? И в отношениях, видимо, у вас был такой момент, когда были какие-то привязанности, да? Когда вы, возможно, ощущали себя, что вами пользуются, да? Что вами, возможно, с вами обращаются не так, как вы заслужили. То есть вы, возможно, вкладываетесь в человека, вы отдаете ему намного больше, а человек вам не отвечает взаимностью, да? Либо вообще ничего не дает, либо дает по сравнению с тем, что вы ему отдаете, да? Намного меньше. Это один из моментов. И второй момент, это может быть... Все, что связано, во-первых, с какими-то кризисами, с какими-то конфликтами, сложностями, это тоже для вас очень-очень страшно. И вы понимаете, что во взаимоотношениях, да, есть две личности. Вы и другой человек, либо вы и какая-то команда, да, другие люди. И вот нужно, как-то, понимаете, с ними договариваться, возможно, где-то идти на уступки, подстраиваться, понимать. А вам это не хочется, понимаете? Почему? Потому что есть вот этот вот опыт прошлого, что я это делала, а мне это не обернулось во благо. И вот здесь уже такое, знаете, пошли в другую противоположность, да, в другую сторону, что теперь я ничего не буду делать, да? Ну, то есть, кому надо, ты приди ко мне, я посмотрю на твою реакцию, и если я увижу через твои действия, именно через действия, а не слова, то, что получат, будет подтверждение, что тебе можно доверять, тогда только я тебе раскроюсь. То есть, вы не то, что закрылись полностью от всех и больше никогда не откроетесь. Нет, а здесь вот как-то вот выборочно, но все равно нету баланса в этом, да? То есть, до этого вы были слишком открыты, а сейчас, наоборот, слишком закрылись. И вот здесь вот страх, то, что вами будут пользоваться, то, что, знаете, не будет какой-то стабильности. Вот финансы очень прям на повтор идет, показывают то, что для вас финансовый аспект, он очень важен, даже если мы не возьмем финансы, а вообще материальная составляющая, она для вас важна в отношениях. То есть, как это может выглядеть? Это может быть, например, если я встречу, допустим, человека, который будет более состоятельный финансово по отношению ко мне, и он мне будет нравиться, я не смогу быть с ним. Почему? Потому что тогда я буду зависима от его финансов. И тогда он может мной упрекать, тогда может мне говорить, и поскольку вот этого чувства, да, что я ему обязана, типа ты меня содержишь, я что-то должна сделать. И, а поскольку эго у меня, ну, достаточно такое хорошее, то мне будет сложно, мне придется ломать себя, понимаете? Вот вам в взаимоотношениях, поэтому комфорт и стабильность, они важны, поэтому вы и закрываетесь, и не пускаете в свое пространство никого, если вы этого не захотите, потому что вы боитесь потерять себя. И у вас как будто бы нет вот этого вот понимания, а кто вы, да, что именно вы теряете. То есть, на самом деле, вы не себя теряете, а эго ваше теряется, да. И поэтому оно сопротивляется. И вот здесь вот есть вот это вот ощущение, что я полностью отдам себя, а что мне останется, да. То есть вопрос внутреннего осознавания себя, своих собственных границ. То есть вот здесь вот боитесь вот этой вот боли, да. Здесь сразу у меня идут какие-то детские сценарии, которые появились. Знаете, вот нет вопроса защищенности, да, именно в детстве. Такое ощущение, что либо вы быстро повзрослели сами, либо на вас возлагалось очень много каких-то вот обязательств не под силу вашему возрасту, да, в детстве я имею в виду. Ну, то есть от вас в раннем возрасте, там, 3-5 лет, может быть, требовалось намного больше, чем от сверстников вашего возраста. И вот здесь вот этого чувства, да, что мне некому в трудный момент обратиться. Это вот из детства вот этого, да. То есть, допустим, если меня обидит, нету, допустим, папы, кто может ступиться за меня, нету брата, кто может ступиться за меня. Я не могу раскрыть, сказать про это маме, потому что она вдруг тоже меня еще поругает. То есть вот здесь вот какие-то такие моменты, и у вас возникло вот именно в детстве вот это ощущение, я только на себя могу полагаться. То есть если я сама за себя не постою, либо сам за себя не постою, никто это не сделает за меня. И вот этого чувства, оно оттуда пошло. И поэтому страх у вас возникает, когда один из сценариев, одна из программ, которая вам мешает, это когда вы начинаете сопротивляться. Страх это сопротивление тому, что с вами происходит. Это не принятие какой-то ситуации, либо какого-то человека. И вот здесь вот как раз-таки вопрос принятия, он и связан с пониманием себя. Насколько хорошо вы знаете себя, почему нет доверия к другому человеку, либо к себе, либо к миру. Потому что в сложный момент мне нужно все прочитать. Если я заранее не буду знать, если я заранее не прочитаю, я не смогу тогда дать отпор, допустим, своему обидчику. Поэтому вы опираетесь на свою логику больше, нежели на интуицию и на то, что мир вас защитит, что произойдет какая-то ситуация и вас поддержит. Вы найдете правильные слова, вы сможете поступить правильно, все будет в вашу пользу. Вот у вас нету этого чувства, нету этого ощущения, и у вас возникает страх. Поэтому любые отношения, они для вас вызывают дикий стресс. То есть, когда вы одни, вам понятно, я ни с кем не взаимодействую, мне хорошо, мне комфортно. Но мы социальные люди, и вам хочется отношений, тем более если это межличностные, между партнерами, между мужчиной и женщиной. Но они вызывают у вас дикий страх. А смогу ли? А как это? То есть, это одна из сильнейших программ. Значит, следующая программа, которая мешает вам выстроить отношения, это вот, видите, повторяется здесь сценарий, как раз-таки вопрос выживания и финансов. То есть, здесь могут быть, допустим, договорные браки. Да, лучше без любви, но зато с гарантиями, что мне будет что поесть, будет где поспать. Вот, здесь вот этот вот страх выживания, он сразу рассказывает нам о потребности, что у вас основная потребность, да, касательно еды, условно говоря, да, воды и вторая крова, она у вас не покрыта. То есть, вы не чувствуете уверенность в том, что у вас будет где жить завтра, у вас будет что поесть завтра. То есть, вот эти вот потребности самые основные, они не покрыты. Я не говорю о том, что вы живете на улице, но, возможно, у вас, допустим, съемная квартира, да, и вы переживаете, а вдруг я в какой-то момент что-то произведу, и я не смогу заплатить, да, за аренду, допустим, и что я буду делать потом. То есть, вот здесь очень много таких моментов, как раз-таки касательно выживания, и они пересекаются непосредственно, связанные с доверием, да, с доверием вообще миру, да, что, то есть здесь, знаете, чувство такое, что теоретически вы как будто бы знаете, как работают законы, что, да, за меня там, я не знаю, заступятся высшие силы, да, позаботиться, я не останусь на улице и так далее, и так далее. Ну, это как будто бы в теории, а вот на практике внутри вас нет еще этого. Вот здесь вот вопрос веры, он очень, веры в себя, да, он очень ярко выражен, поэтому выживание, и поэтому финансы для вас важны, то есть финансовая составляющая. Значит, если вы будете выбирать, допустим, среди друзей бедных, либо более состоятельных, да, то вы выберете более состоятельных, то есть вы будете смотреть, не то чтобы для вас это выгода, да, материальное какое-то положение ваших друзей, это ваше внутреннее ощущение спокойствия, то есть когда у вас есть деньги, условно говоря, вы чувствуете себя спокойно, вы чувствуете себя абсолютно другим человеком, и ваши отношения с людьми, они сразу меняются, даже если это, допустим, семейная пара, либо вы встречаетесь с мужчиной, я не знаю, какие-то вот отношения между мужчиной и женщиной, они, особенно если вы мужчина, очень хорошо выражены, вот именно можете понаблюдать в контексте ваших финансов, то есть как только ваше финансовое состояние улучшается, да, просто есть, как говорится, там, я не знаю, 100 рублей, либо 1000 рублей в кармане, вот на душе уже спокойно, уже настроение хорошее, да, я уже не переживаю, но стоит только вам почувствовать отсутствие денег, да, либо там, я не знаю, закончилось и надо подождать какое-то время, пока придет, там, заработная плата, я не знаю, какой-то доход, это вас вызывает дикий стресс, и вы на этой почве можете ссориться, ругаться с другими людьми не из-за денег, нет, а просто вы находитесь в таком состоянии, что вам страшно, и любой разговор с вами в этот момент вы воспринимаете в штыки, потому что вы не готовы принять информацию о других людей, поэтому вот это вот выживание, здесь страх связан очень сильно, дьявол здесь играет с вами хорошие шутки такие, вот, и еще один вот как раз вопрос гнева, да, вот смотрите, выпали три карты, говорящие, да, на сценарии, это страх выживания и гнев, вот гнев как раз-таки, он и связан с тем, что есть подавленные чувства касательно своей собственной реализации, да, когда у меня нету вот этой вот опоры под ногами, и меня все злит, и меня все бесит, почему, потому что есть потенциал, а я не могу реализоваться, то есть вы можете, допустим, работать, у вас есть какая-то работа, у вас есть какой-то доход, но внутри вот это вот ощущение того, что я не могу реализоваться какие-то, вы знаете, вот внутренние обиды на самого себя, не на другого человека, на себя, почему, вроде бы, допустим, у меня есть руки-ноги, а почему я получаю так мало, вот тут вот начинает вас бесить, почему у меня не получается то, что, допустим, получается у кого-то другого, здесь вопрос обид встает, да, тоже очень важно, И вот то, что я говорила, эго в контексте контроля, важно все контролировать, важно все понимать, чтобы все было понятно. Я не говорю о том, что вы будете в отношениях проверять людей, например, если это семейная пара, куда пошел, что сделал, нет, вы не тот человек. Но вам важно, особенно если вы живете вместе, четко понимать, есть ли у вас деньги, отложили ли вы деньги в сторону, хватит ли вам до конца месяца. И вообще очень много гнева, как показатель того, что у вас много потенциала, и вы его не можете реализовать, вы не можете эту энергию направить в нужное для вас созидательное русло. Так, вот такие вот программы, самые важные, допустим, на сейчас, именно на сейчас, завтра-послезавтра могут быть другие, вот именно на сейчас. На что вам все-таки нужно обратить внимание в первую очередь для построения гармоничных отношений, исходя из этих программ, на что вам нужно обратить внимание. Вот все это, все, все, что с вами сейчас происходит, все, что я озвучила, оно имеет только одну лишь как-то свою основу, да, это ценность себя. То есть вот все, что вы сейчас проживаете, да, вот эта вот безопасность, да, вере, меня будут использовать, я боюсь потерять себя. Вот это все, все абсолютно крутится вокруг одной простой ценности, ценности себя, да, то есть понимание, кто есть я, но не в контексте духовного, да, восприятия, то есть там душа или кто там что как называет, а именно понимание того, чего достойна, либо достоин я, да, что я значу для себя, мое отношение к самому себе. Обращайте внимание на то, как вы относитесь к самому себе и именно в взаимоотношениях сохраняйте. И вот смотрите, здесь такая главная вещь, что когда вы вступаете в отношения с другими людьми, да, вы хотите больше им отдать. Почему? Потому что у вас потенциал больше, чем у другого человека, вы хотите больше отдать. И вот этот вот баланс, он нарушается между тем, что вы отдаете и то, что вы принимаете. Особенно если это какие-то любовные истории, да, то вы полностью себя всего отдаете. Чем больше вы отдаете, тем менее интересно вы становитесь для другого человека, тем больше он вас отталкивает. И поэтому у вас получается, плюс ко всему включаются эмоции, а вам нужен холодный рассудок, потому что вы не умеете управлять эмоциями. Для вас это, ну, это огромная проблема. И получается, что когда вы влюбляетесь, либо у вас появляются новые отношения, вы начинаете терять самого себя. И вот здесь вот как раз-таки вот это вот подавление, унижение, там, абьюзеры и так далее, они могут быть, вот это вот все в вашем случае связано с тем, что жертвенность какая-то в том, что вы не понимаете свою ценность. И поэтому вы уходите в крайность, либо у вас вообще нет отношений, вы закрываете, тогда вам хорошо, комфортно, но при этом вы не понимаете свою ценность до сих пор, пока вы не начинаете взаимодействовать с другими людьми. Только так вы сможете понять, да, кто вы есть через другого человека, об другого человека, да, не важно, кто он. А наоборот, когда вы сталкиваетесь с другими людьми, вы теряетесь, вы не знаете, как себя повести, вы не знаете, как договориться. Здесь вопрос договоренности и коммуникации, он тоже присутствует. Не то, что вы не разговорчивый человек, а вы не знаете, вы не можете адаптироваться под ситуацию. И поэтому у вас выходит крайность, либо все, либо ничего я не даю другому человеку. И вот то, что я говорила, внутренний стержень, он как раз связан с этой ценностью, да, с пониманием того, что я значу для себя, а как я отношусь к себе. Обращайте внимание, есть ли у вас вот эта вот нехорошая вещь, как экономить на себе, да, лучше другим я потом, лучше вот сначала в приоритете ставлю других людей, а потом себя. Вот это тоже показатель самооценки. Если вы хотите что-то себе купить, разрешаете вы или нет, то есть вот то, что вы разрешаете, либо запрещаете. Вот это и есть самооценка, да, когда вам самим собой хорошо. Не тогда, когда вы одни, а невзирая на то, с человеком ли вы, без человека, вам человек с хорошей самооценкой, ему всегда ровно, ему всегда одинаково. Один он с другими людьми, знакомыми, незнакомыми, ему всегда ровно, хорошо, да. Он знает, что я нахожусь в доверии самого себе, и мне, слава Богу, хватит и мозгов, и интуиции, чтобы понять. Нужно кому-то ответить, если, допустим, вам кто-то нахамил, у меня есть силы, у меня есть знания, я могу за себя постоять. Вот это вот есть касательно самооценки. У вас она присутствует только тогда, когда вы одни. Но при взаимодействии с другими людьми она резко видоизменяется. Она может идти в плюс через гордыню, либо может идти в минус через жертвенность. И вот с этим все связано, ваши гармоничные отношения, как их можно выстроить. Мне кажется, достаточно подробно мы раскрыли эту тему. Но есть над чем подумать. Здесь нужно просто понаблюдать за собой и проанализировать все ваши отношения, которые были в вашей жизни. Я не имею в виду только личные, я имею в виду в общем отношения с людьми. Как вы себя ведете, понаблюдайте, как вы себя ощущаете, что вы думаете в этот момент о себе. Так, а мы переходим с вами к позиции номер 2 и к красненькому камешку. Что значит для вас гармоничные отношения двоечки? Давайте посмотрим сначала. Вот для вас гармоничные отношения, это когда у вас есть такое, знаете, вот душевное, приятное, хорошее состояние. Когда не нужно что-то выбирать, когда не нужно с чем-то определяться, когда не нужно что-то переосмыслять. Отношения это когда сел, по душам поговорил, вот в вашем восприятии такое, знаете, больше дружеское, что ли, ощущается. Вот здесь энергия, во-первых, она сразу светлая, она сразу такая легкая. Вы не любите, когда есть какая-то тяжесть, когда есть какие-то обязательства. То есть, знаете, не то, чтобы вы снимаете с себя эти обязательства, а вы просто тот человек, который четко знает, что он должен сделать, и он это сделает. То есть не нужно мне говорить, вот ты в отношениях, например, если ты женщина, там обязана убираться, готовить, там, не знаю, чистишь что-то еще. Да, я вот как мужчина буду вот это. Вам вот это вот не нравится, да? Вы и так знаете, что вы должны сделать. Не надо вам указывать. Главное, чтобы было в отношениях вот эта вот дружеская, приятная очень беседа, да? Для вас вот беседы, они важны. Такие, знаете, вот беседы по душам. И вот если в отношениях у вас присутствует вот это вот по душам, да, вот это для вас гармоничность. И здесь даже не про то, чтобы отсутствие каких-то конфликтов или еще что-то, нет. А здесь про то, чтобы не было вот какого-то напряга, да, не было каких-то трудностей, не было того, что вот нужно что-то преодолевать, нужно что-то выбирать. Для вас выбор – это вообще сложность какая-то очень важная. Почему? Потому что почему-то в вашей жизни именно выбор, он всегда как-то вот между одинаковыми какими-то вещами, да. Ну, я не знаю, допустим, кого выбрать, да, вот этого партнера или этого. Это, допустим, дает мне душевное состояние, а этот красивый. И я не знаю, кого выбрать. Они мне оба, то есть они как будто бы дополняют. Вот в вашей жизни примерно то же самое. Какое яблочко выбрать, красное или зеленое? Одно сладкое, а другое мне вот больше, допустим, нравится, либо оно полезнее, да, зелененькое. И я не знаю, я не могу выбрать. Поэтому вопросы выбора, они для вас являются некой такой трудностью, тяжестью. То есть вы бы предпочитали, особенно это хорошо видно в взаимоотношениях с партнерами, с мужчинами, да, если вы женщина. Когда он приходит и не дает вам права выбора в контексте того, что, допустим, может спросить, да, что ты хочешь, ну, давай пойдем погулять. Все, не надо вас спрашивать, куда пойдем погулять. Вы хотели бы, чтобы вот вас взяли просто за руку и понесли в нужное вас место, вам место, да. То есть не надо, вы будете очень, ну, мучиться внутри себя, куда пойти. Пойти в парк, либо там в кино, либо в театр. И я все хочу, и я не могу, и вот вы весь вечер потратите на это. Нет, то есть вам нужен человек в партнерских отношениях более даже такой решительный, да, более уверенный человек, на которого вы могли бы не то чтобы положиться, а здесь, знаете, здесь вот он как будто бы должен предугадывать ваши желания, да, что вам нужно. Почему? Потому что вот выбор, он вас путает. Вот определить что-то для вас, это очень-очень проблематично, да. Вы такой человек, знаете, вот как будто бы идете интуитивно, да. Вот сегодня я хочу это, прям очень-очень женские качества. А вот я не знаю, ближе к вечеру я хочу уже другое. Я не хочу, чтобы ты меня ругал, я хочу, чтобы ты понял, да, как вот я устроена. Знаете, почему-то больше женская, да, позиция мне идет, нежели мужская. Если вы все-таки мужчина, то вот у вас есть вот эти вот качества ярко выражены. Что еще для вас значит гармоничные отношения? Знаете, когда гармоничные отношения, когда что-то меняется, но меняется очень медленно, очень медленно и очень так плавно, чтобы не было вот это вот, пришел человек к вам и говорит, все, нам надо переезжать, да, нам надо съехать в квартиру и нужно найти квартиру. Вы в шоке, да. Как? Что? Куда? Как я соберу вещи? Как я успею? То есть у вас начинается вот эта вот паника. Нет. Вы бы предпочитали, чтобы было такое, что знаешь, дорогая, что ты думаешь по поводу того, что вот мы снимем вот эту квартиру, показала вам картинку, потом через какое-то время там, вот, а я уже все решил, да, то есть вот постепенно, постепенно вас подготавливают, очень медленно, шаг за шагом. И вы не любите резкие перемены. Для вас они сложные. Знаете, еще вы любите для вас гармоничные отношения, когда присутствует коммуникация такая очень яркая, когда вот вас наполняют каким-то огоньком, с одной стороны, а с другой стороны, когда видят в вас какую-то ценность, да, то есть вы когда становитесь полезным для другого человека. То есть, допустим, вам нравится не то, чтобы человек пришел, если вы там, ну, семейная пара, и говорит, вот, там, погладь мне рубашку или еще что-то, нет. А наоборот, знаете, вот прийти и сказать, что, ты знаешь, вот я разговаривала с своим другом, и я ему сказала, что вот только моя жена может гладить вот так вот идеально, прям вот на крахмаленое, прям стрелочки на брюках, я не знаю, там, что он носит, ваш партнер. Вот, и вот вы прям таете. То есть, знаете, вот с каким-то вот таким вот подкатом, чтобы вы сделали то, что ему нужно. И вы это как-то, знаете, вот, чтобы вас ценили, вот, вам очень-очень это важно. В отношениях вам важно, чтобы на вас полагались, чтобы оценивали вашу верность и преданность. Вот это вот все качества, которые очень важны, чтобы, знаете, допустим, ваш партнер приходил и говорил, что вот, допустим, там, я не знаю, у друга, у него проблемы дома, почему-то, потому что он говорит жене какие-то идеи, она его не поддерживает. А вот ты у меня другая, ты можешь меня поддержать. Ты прям вот мой тыл, и дом у нас вкусно все время пахнет, и чистенько, и убрано. Прям так хочется домой приходить. И вот у вас крылья летают сразу. То есть, вот эти вот, знаете, женские моменты по уходу за домом, за бытом, чтобы они ценились. Да, приятное какое-то слово, да, какие-то маленькие подарочки, чтобы на вас все время обращали внимание. Для вас это важно, да, вот это вот проявление цены себя. Вот такие вот вам отношения нужны. В принципе, ты знаете, у нас такое вот ощущение, что вы много вы не просите в отношениях, да, какую-то элементарную заботу и внимание. Вот, и главное, чтобы было спокойно на душе, да, чтобы не было конфликтов, чтобы громко не говорили. Вот вас выводят это, когда человек очень громко говорит, да, и особенно со стариками, когда общаетесь, да, когда у них слух немножечко уже падает, и приходится кричать, и, ну, вам это не нравится. Вот ваше, знаете, такое состояние спокойное. Оставь меня, я буду заниматься тем, что мне нравится. Вот это вот ваша доброта, ваша способность создавать уют и теплоту из всего. Вот если это все будет подогреваться, да, и будет все оцениваться, вы будете очень верным и человеком, и преданным, и на вас можно будет положиться. Вы очень хороший друг на самом деле. Вы умеете дружить. Вот такие для вас важны гармоничные отношения. Ну, то есть карту показали. Давайте теперь посмотрим, какие программы мешают вам выстроить эти отношения, если у вас их нет. Ну, первая программа – это жадность. Я бы сказала, больше не столь финансовая, хотя она тоже присутствует, а сколько эмоциональная больше, да. Видимо, вы сначала тот человек, который хотите получать эти эмоции, да, и только потом их отдавать. Сейчас я посмотрю, с чем это связано. Пускай нам расколят карты вот эту вот жадность более подробно. Знаете, вы тот человек, который, если вы женщина, у вас есть этот навык, когда вы мужчину взращиваете именно в финансовом аспекте. То есть вы умеете. Люди это называют, так знаете, вот как удачливый человек, да, пришел к тебе бедным, а ушел именно с состоянием. Вот у вас есть это, и вы как будто бы ощущаете иногда, что люди пользуются именно вот этими вот качествами, да, вашей состоятельностью. Возможно, у вас есть достаточное количество знакомых, да, связей каких-то, и вот, может быть, к вам и обращается за какими-то, ну, не знаю, связями, что ли, за возможностями. Вот как будто бы вами пользуются, понимаете, и вы уже становитесь не то, что вы боитесь, а вы немножечко уже зажигноваты на эмоции. Вы как будто бы умеете прям приумножать, да. Вот к вам приходит с чем-то, а уходит намного больше. Ну, например, приходит элементарный человек к вам в плохом настроении, да, поговорил с вами, а ушел у него прекрасное настроение. Вы как будто бы, знаете, что-то у него забрали, вот это вот негативное, а взамен ему дали что-то новое, чистое, я не знаю, после разговора, после беседы. И вот в какой-то момент вы уже устали от этого, да, то есть когда вот вами пользуются, и у вас уже стала вот эта вот немножечко жадность. Я не могу сказать, что это так плохо прям, да, мне кажется, умение придерживать при себе силы и энергии – это неплохое качество. Еще что может быть. Вот чувство вины здесь, да, у вас есть эта программа, чувство вины, что ты за все виноват. Допустим, если отношения, либо дружба, либо еще что-то не состоялись, вы берете сразу вину на себя. Почему? Потому что вы хороший импат. Вы очень чувствительный человек, и вы перенимаете на себя. Иногда вы даже вот это вот в вашем минусе, да, когда вы берете на себя больше, чем можете. Допустим, если, так вот и сказать, какой-то домашний совет, и там, я не знаю, допустим, по переезду, да, и вам говорят, что нужно сделать, да, какие-то список дел, вот, и вы понимаете, что, ну, другие люди не успеют, и вы берете на себя там кому-то сбегаться, какие-то документы отдать, заплатить. Вы понимаете, что вам это будет напряжно, но вы это делаете. То есть вы берете на себя немножко больше, чем вы можете выполнить. Почему? Потому что есть какое-то чувство вины. Знаете, это может быть, допустим, если вы домохозяйка, и не работаете, и вы как будто бы зависимы от своего партнера, то может есть вот это вот чувство вины, что как же он же работает, он деньги приносит, да, он устает. А то, что вы там воспитываете детей весь день, как белка в колесе что-то делаете, вы как будто бы не устаете. Поэтому вам могут перекладывать еще и дополнительные какие-то обязанности, вот сделаю туда, сходи туда, ты же дома сидишь, у тебя есть время, у тебя есть время, а у меня как будто бы нет. И вы, вот это вот чувство вины, что я как будто бы не приношу деньги, да, и это не считается домашней работой, не считается как работа, именно в вашем понимании. Вы, чтобы покрыть вот это внутри себя, это ваше чувство вины, вы как будто бы начинаете, ну, брать на себя большую ответственность. Еще что здесь может быть связанное с виной? Какая программа, да, в отношениях? Давайте раскроем. Знаете, здесь есть как будто бы чувство вины за то, кем вы являетесь. Я запоясню, о чем здесь речь идет. Здесь как будто бы вам хочется быть маленьким ребенком, в прямом смысле слова, да, то есть сделать те вещи, которые хотелось бы вам, да, которые вам бы приносили в удовольствие. Но вы как будто бы, знаете, здесь чувство вины, что либо вам кажется, либо так оно есть на самом деле, не знаю, что у вас усуждают, что ты какая глупая, да, как ты себя ведешь, как маленький ребенок. То есть здесь недостаток знаний, недостаток мудрости. Из-за этого у вас появляется какое-то чувство вины. Я не знаю, может быть, вы себя сравниваете, допустим, в отношениях с партнером, он умный, а я вот какая-то вот глупенькая дурочка, и поэтому у меня чувство вины, и из-за этого я как будто бы хочу ему услужить. Да, то есть вы себя как-то принижаете именно в контексте знаний, именно в контексте мудрости. В какой-то, знаете, может быть, вы открытый человек, такой, знаете, вот эмоциональный, общительный, и вот вас все время как будто бы осаждают за это, за то, что, о, опять там, улыбка до ушей, да, либо будь там посерьезнее, да, то есть в твоем-то возрасте ты себя ведешь так, как-то так. Вот у вас постоянно есть какое-то вот это чувство вины, за то, что вы как будто бы недостаточно зрелый, да, либо ваше вот поведение, оно такое, не то чтобы даже еще и детское, а иногда вы, вот, знаете, вы позитивный человек, и вот вам это как-то ставит иногда в упрек, потому что, что бы ни произошло, у тебя все время, допустим, сейчас такая серьезная ситуация, ты сидишь и улыбаешься, да, ну, то есть будь серьезней, и у вас появляется вот это вот чувство вины, если мы говорим в отношениях, да, вот вас все время это осуждает, и вам хочется закрыться, вы не понимаете, за что к вам так, да, ну, то есть, ну, чувство вины и недостаток, дефицит эмоций, он у вас как программа мешает, что еще, какая программа? Вы знаете, вот чувство вины, вот я говорила, да, здесь была программа ненависти, да, ненависть не других людей по отношению к вам, а ваша собственная, да, здесь как будто бы вот вы и не любите себя, отсюда и вот эта вот жадность эмоциональная, да, вы не выражаете эмоции по отношению к самому себе, к другому, да, к себе нет, да, вот здесь вы не принимаете, за что вы себя ненавидите, здесь, знаете, такое чувство, как будто бы, это, по-моему, второй расклад, я уже когда говорю, когда вы себя не принимаете, то есть вы не принимаете тот характер, который у вас есть, да, он может быть не соответствует рамкам, общепринятым, да, он может быть не соответствует какому-то поведению, ну, допустим, я не знаю, вы идете по улице, да, увидели какой-то цветочек, ой, остановились, смотри, какая пресса, и какая красота, остановились там, начали его нюхать, рассматривать, все такое, на вас смотрят, блин, что за дура какая-то там, я не знаю, 40 лет она цветочки рассматривает на улице, и вот вам от этого некомфортно, понимаете, и вы себя ненавидите за это, почему, и есть вот это чувство вины, потому что есть убежденность, что вы должны быть как все, и вот здесь вот, и в тот раз я, по-моему, говорила, что нету принятия себя, нету ценности себя, что как здорово, да, то есть мне уже 100 лет в обед, а я все равно радуюсь жизни, а у меня все равно есть желание жить, это должна быть проблема у других людей, почему они не любят жизнь, а не потому, что я замечаю эти цветочки на дороге, либо там, я не знаю, что солнышко горит, и мне хорошо, и птички поют, я замечаю, значит, я живу, вот здесь вот, я сейчас посмотрю еще, за что вы ненавидите, да, ненависть, вот именно за эту жертвенность, да, за то, что вы как будто бы не можете в каких-то моментах себя отстоять, вы не можете себя показать, вам не хватает уверенности, напористости какой-то, вот может быть наглость, и вы себя за это не любите, а наоборот, вот надо как краски сделать, наоборот, вот в этом-то и вся прелесть, да, что такой вот мягкий человек, вот такой, вот когда вы научитесь это любить, тогда и другие вас начнут это ценить, а пока вы себя обесцениваете за это, вы даете повод другим людям вас обесценивать и ненавидеть именно за это и вам указывать, они вам указывают не потому что они плохие, а вы хорошие, либо наоборот, они вам это указывают, чтобы вы это научились ценить, чтобы вы вот это вот качество в себе полюбили, чтобы вы это качество в себе приняли, и пока у вас этого нет, вы это будете воспринимать, это ваше восприятие как раз как негатив, Меня ненавидят, меня не любят, поэтому ко мне так относятся. И вы подкармливаете в себе вот это чувство ненависти и вины, которое у вас присутствует. А оно уйдет только тогда, когда вы начнете в себе принимать эти качества. Вы должны изменить отношение именно к этим своим свойствам, к этим своим качествам, которые настолько уникальны, потому что они есть у вас. Посмотрите вокруг себя. Есть ли эти качества у других людей? Я очень сомневаюсь, что они будут. Почему? Потому что вы очень выделяетесь по своей энергетике, вы очень выделяетесь на общем фоне тех людей, которые есть. И здесь вопрос не в том, что они вас не понимают, либо вы их не понимаете, а здесь вопрос в том, что они вам отражают ваше внутреннее несогласие, непринятие. Вы кому-то бы хотите избавиться. Это знаете, как лишние килограммы. Я не люблю себя в таком теле. Я хочу от этого избавиться. И чем больше я хочу избавиться от этого, тем больше я фокусируюсь на том лишнем, что у меня есть. Это обратный феномен. Понимаете? То есть, с одной стороны, когда вы хотите избавиться от чего-то, вы фокусируетесь на этом. И тем самым это приумножается. А вам нужно сделать абсолютно противоположное. На что стоит обратить внимание? В первую очередь, для того, чтобы создать гармоничные отношения, вот попадает краски королевы жезлов. Обратить на себя. Стать более такой независимой. Более такой уверенной. Активной, но не чрезмерно. То есть вы более такие мягкие у вас энергии. Не ломайте себя. Не идите против себя. Стать какой-то, я не знаю, 500 дел за один раз успевать. Это не ваше. Здесь вопрос просто говорится о качествах, о состояниях. Стать, быть как солнышко в центре внимания. Вот вы согреваете, но вы согреваете. Ваш огонь, он теплый. А здесь вам нужно гореть. Вам нужно разрешить себе вот эту вот жизнь. Ту, которая есть в вас. Вам нужно ее полюбить в себе. Тогда у вас будет больше уверенности. То есть обращать внимание на вот эти ваши изюминки. Не смотреть на них, как на недостатки. А увидеть в этом свои собственные достоинства. Королева жезлов, кроме того, что у нее очень прекрасно развита интуиция. Так же, как и у вас в вашем состоянии. Вы достаточно эмпатичны. Она умеет... Она достаточно коммуникабельная. И она умеет укращать вот эту вот свою энергию. То есть вот эти свои эмоции. Даже если они будут негативные, она их направит в правильное русло. У нее есть внутренний стержень, который вам необходим. Она не боится. То есть она не боится пойти по головам, если ей так нужно. Я не говорю, чтобы вы это сделали. Но вам вот этой огненности не хватает сейчас на данный момент. Вот полюбить себя. Закрутить колесо. Закрутить колесо фортуны в своем направлении. Более удачном для себя. Где-то, знаете, найти золотую середину. Вы, может быть, иногда даже и бываете холодны периодами. Можете абстрагироваться от людей. Холодность вот в таком контексте. То есть держать какую-то дистанцию. Вам нужно научиться приходить к золотой середине в своем эмоциональном фоне. То есть прекратить себя винить, обвинять и фокусироваться. То есть имейте в виду на то, что у вас направлена ваша энергия. То есть то, о чем вы думаете постоянно, периодически. Вы это и приумножаете. А у вас есть эта способность. У вас есть это качество приумножать. Поэтому обращайте внимание на свои мысли и на свои эмоции и состояния. Какие у вас больше бывают в течение дня. И вот когда вы постоянно об этом думаете, либо постоянно это воспроизводите, вы это и увеличиваете. Подумайте, что вам не хватает, чтобы вы хотели иметь. И думайте больше об этом. Проживайте, ощущайте именно эти качества внутри себя. И вы их будете умножать. Таким образом вы придете больше к балансу. Не думайте о том, чего вы не хотите. А наоборот, ощущайте и думайте, как будто то, что вы хотите, у вас уже есть. Именно здесь вопрос не о позитиве, а здесь вопрос именно о своих собственных желаниях, о тех качествах, которые вы хотели бы иметь в себе. Вот такая вот у нас была их двоечка. Так, и мы с вами переходим к позиции номер 3 и зелененькому камешку. И начнем с того, что посмотрим, что значит для вас гармоничное отношение троечки. Знаете, вытаскиваю мага первую карту, и у меня мысль сразу такая, я хозяин, я хозяин своей жизни, я мага, волшебник своей жизни, и я делаю то, что я хочу. То есть для вас гармоничное отношение, и сразу выпадает двойка кубков, говорящая о гармонии. Вот для вас гармоничное отношение, это тогда, когда вы себя чувствуете властелином, хозяином, когда ваши желания реализовываются. Все-таки в отношениях вы проявляете себя более активно. Более... Вы тот человек, у которого сильнее воля, чем у вашего партнера. У вас больше сил, у вас больше страсти, у вас больше огня, больше способностей и возможностей. И при этом... Знаете, хочется сказать, что для того, чтобы были гармоничные отношения, если мы рассматриваем не только в контексте между мужчиной и женщиной, у вас должен быть партнер, который сильнее вас. А поскольку вы 99,9% из 100% сильны, то вам нужно 100% человека, который был бы намного сильнее вас. И причем, знаете, гармоничные отношения... Можно было сказать, конечно же, прочитать «Пятерку мечей», как карту, которая говорит о том, что вы как будто бы избегали конфликтов. Но вот мне здесь интуитивно идет то, что «Пятерка мечей» для вас, она означает гармоничных отношений, когда я победитель, когда я доказал свою правоту. А почему? Потому что у меня есть стальные яйца, и я могу даже не зависимо того, кто вы, мужчина или женщина. Вот для вас вот эта вот гармония, когда я веду, а за мной идут. Такие вот гармоничные отношения, когда мои желания реализовываются, когда я могу, и я знаю, как и ко мне прислушиваются. Вы ведете здесь лидерскую позицию однозначно. Для вас гармоничные отношения такие. Но при этом хочу и любви. Я нацелена на любовь. Интересная такая композиция. То есть я маг и волшебник, но при этом вот с большим сердцем. Не только чем-то другим, большим. Вы хотите, знаете, как минимум абсолютно все. Я не знаю здесь, как сказать. То есть я хочу, когда партнер и умен, и на него можно положиться, и он может решить любую сложную задачу. И человек, владеющий знаниями, человек, который у всех на виду, при этом он очень горячий и страстный, и в то же время, чтобы присутствовала любовь. Я говорю, вы прям, ну, хотите себе идеала. Это не плохо и не хорошо, но для вас идеальные отношения, они такие. Давайте еще раз я почитаю. Мне прям интересно стало, забавно. Что значит для вас гармоничные отношения? Когда вы можете идти с человеком абсолютно в новое, когда вы можете развиваться, когда вам интересно с человеком, когда человек позитивный, находится в движении, такой огненный достаточно, но при этом справедливый. Прям, я не знаю, здесь такое ощущение, что... А у вас есть такие люди? Ну, я не имею в виду между мужчиной и женщиной. Вообще в вашем окружении есть такие люди? Мне просто интересно, да? Есть ли в вашей жизни такие партнеры? Если есть, то вы вообще, ну, очень везучий человек, потому что вы, как минимум, это знаете, вот из той категории, когда говорят, надо что-то выбирать, выбирайте самое лучшее, да? Не смотря на стоимость. Вот вы выбираете самое лучшее. Вот для вас отношения, да, гармоничные, это когда все самое лучшее, и оно для вас. Ну, здесь наверняка у вас хорошо с самооценкой, по крайней мере сейчас, да? В моменте здесь и сейчас, да? Почему? Потому что вы выбираете... И здесь не иллюзии, здесь не фантазии, а здесь ведь четко понимаете, чего вы хотите, да? У вас есть... Если вас спросить, почему вы хотите именно это, вы сможете обосновать свои желания, да? Они не то, чтобы они какие-то воздушные замки, и фантазии, иллюзии и так далее. Нет. Здесь четко, конкретно, да? Когда вы хотите по справедливости, вот то, что я заслужила. А поскольку у вас очень высокие требования к себе, то у вас будут высокие требования к другому человеку, да? И с вами невозможно будет воевать, бороться. Почему? Потому что вы очень сильный и равный партнер. Поэтому в этой битве не будет победителя. Здесь будет оба проигравших. Независимые, там, партнерские отношения, любовные, семейные, родственные, не знаю кто, но вот вы хотите вокруг себя людей, равные вам. Как на интеллектуальном уровне, да? Но и так и на эмоциональном. Вы хотите, чтобы присутствовала вот эта вот любовь, наполненность. Вы не любите людей, которые останавливаются на своем пути. Вы, я говорю, вы слишком, даже иногда бываете жесткие, даже не жесткие, а требовательные, чрезмерно к себе. У вас высокая планка. Почему? Потому что вы знаете и чувствуете в себе этот потенциал. И вы не приемлете людей, на которых опускаются руки, да? Вы тот человек, который больше, скорее всего, падает и встает, да, нежели падает и остается на дне. Нет. Есть такое ощущение, что вот чем больше вы падаете, тем больше вам хочется встать. Чем больше вам хочется сказать. Да, вы не любите лузеров, да? Вы не любите. Причем здесь лузер не в том, что это человек, который, допустим, там, я не знаю, потерял деньги, либо потерял бизнес. Нет, здесь не про это. А здесь про то, что силы воли не хватает. У вас очень много этой силы внутри вас. Хорошо, что вам мешает построить вот такие вот гармоничные отношения, которые бы вы хотели для себя, особенно если это личные, да, ну, любовные отношения между мужчиной и женщиной. Такого мужчину, какого вы хотели бы, его можно найти, но имейте в виду, что если он будет вам ровнее, все равно, а поскольку здесь выигравших нет, а есть только проигравшие, причем оба, вам придется все равно уступать этому человеку, да, либо вы будете оставаться без партнера. Здесь кто-то должен быть все равно, да, чуток ниже, если мы говорим в личных отношениях. Если мы говорим там профессиональные, либо там дружеские, то окей, да, такое может быть. Ну, а в личных, то есть семью создать с таким человеком, все равно кто-то должен уступать, потому что два человека с такие, знаете, очень личности, сильные личности. Либо здесь приходится договариваться и как-то вот отстаивать. Ну, здесь только вот через договоренность, да, потому что иначе вы не сможете прогнуть друг другу, у вас равные силы. Какие программы вам мешают выстроить гармоничные отношения? На данный момент здесь вам финансовые какие-то вот программы, да, может быть, какие-то трудности есть сейчас в финансовом плане, да, либо наоборот, вы как будто, знаете, не видите результат своей работы. Может быть, вкладываетесь очень много, да, в людей и вот как-то, ну, не видите отдачи. Для вас результат, он очень важен, да. То есть вы не делаете акцент на то, как вы проводите время с таким человеком, а вы смотрите на тот результат, то есть я в тебя вложила, я тебе дала это, что я получил взамен, где результат. Допустим, если я встречаюсь с человеком, да, на первых порах, когда ты мне предложишь уже серьезные отношения, да, либо какой-то знак, то здесь у вас больше акцент идет на результат, не на сам процесс, не на то, что вы получаете удовольствие от того, что вы взаимодействуете с таким человеком, а вы именно обращены больше на точку Б, нежели на сам путь. Что еще? Какая программа вам мешает? У вас сейчас нету, не знаю, может быть, сейчас данный момент такой, да, когда чувство вот этой вот безжизненности, да, нету какого-то интереса к жизни, нету внутреннего огонька. Именно поэтому, возможно, карты показали о какой-то такой, знаете, жесткости стальной, стальной, когда больше, возможно, опираетесь на логику. Если вы мужчина, то это окей, да, это более приемлемо. Но если вы женщина, здесь очень много сильных качеств, именно мужских, и нету вот этой вот, не то чтобы легкости женской, а радости, да, как-то слишком вы пояс себе затянули, что, знаете, вот здесь такое ощущение, да, что ремень затянули так сильно, что вздохнул, а выдохнуть нет, да, и вот нету этого, нету жизни, понимаете, нету огня, нету движения именно внутри вас какого-то. Страдания, да, вот здесь вот чувство, что отношения, они приносят какие-то страдания, что в отношениях, возможно, есть какие-то ограничения. Я не могу проявлять себя так, как я хочу, да, очень много обязанностей, очень много должествования, да, когда я должен соответствовать чему-то, либо кому-то. Отношения для вас, они, я бы, знаете, кажется, больше ограничивающие как-то, нежели созидательные. Вот о чем здесь безжизненно сейчас хочу с уточнить. Что, знаете, здесь как будто бы нету развития. Вот когда ты находишься в отношениях, да, поскольку ты не можешь договориться, не можешь примириться внутри себя, вам сложно договариваться и как-то найти правильный подход к вашему партнеру. И поэтому вы воюете, понимаете, в отношениях. И это вызывает у вас страдания, потому что, я же говорю, если, опять-таки, это любовные отношения, все равно нужно делать шаг назад. А это вам приносит какое-то вот страдание, да, почему я должна, вот ваше эго задевает, почему я должна себя как-то менять, да. Просто потому что то, что вы хотите, здесь нужно просто пересмотреть, да, что вы хотите. Такого человека, как вы хотите, у которого есть вот эти вот все способности, возможности, которые умен и красив, и спортивен, и очень-очень сильные, такому человеку нужно расслабляться, если он все время находится в напряжении. Поэтому ему нужна партнерша, с которой он мог бы расплавиться. А вы не тот человек, с которым рядом с вами можно расслабиться. То есть вы тот человек, который, допустим, пришел мужчина с работы, да, элементарно, я хочу просто поесть и тупо посмотреть, там, в телевизор, да, повтыкаться для того, чтобы освободить свою голову. А вы нет, вы будете, давай поговорим о твоих проектах, да, что можно сделать, как-то можно улучшить, понимаете. То есть вы, нет у вас вот этих вот качеств, мягкости, да. Вы все время будете мотивировать человека, да, пойдем, я не знаю, куда-то в поход, надо вот туда сходить, надо этим заняться, надо вот на эти курсы. То есть, понимаете, здесь не то, что вы мотивируете человека на развитие, а здесь дело в том, что вы, подход вот в этом подходе, он более мужской, нежели женский. И поэтому вы сложно идете на уступки, вас сложно переубеждать. То есть здесь ощущение того, что под вас надо подстраиваться, и поэтому, если в ваших отношениях вообще по жизни были мужчины, если женщина были более слабее вас, то вам с ними комфортно. Да, вы можете ныть, вы можете расстраиваться, почему вот он такой хлюпик, все такое, а просто другой мужчина вас не потянет, да. Либо он должен быть все равно выше вас, либо он ниже вас. Вот в вашем случае на равных это будет вот бойня. В таком, знаете, это как может быть в профессиональной сфере. Такие отношения, они могут быть гармоничны, да. Когда вам надо договариваться, там, мозговой штурм, и такое, знаете, совместное ведение дел, да. Вот прям мужская такая охватка бизнесовая, да. Деньги с вами делать, классно. Это может быть, ну, в профессиональной сфере, в межличностных отношениях, вот с таким партнером вам будет сложно. Либо вы себя будете ломать, вам нужно быть ниже, либо вы другого человека будете ломать. Поэтому вы, возможно, и выбираете для себя более мягкого человека, который может, ну, более снисходительно, более пассивного человека для вас, который может принимать ваши решения. И вам это будет не нравиться, да. Вы будете убегать от таких людей, но именно с этим человеком вам будет комфортно, да. Почему? Потому что вы будете ему, условно говоря, отдавать приказы, а он будет им подчиняться. И да, вас это будет бесить, типа, ну, что, я мужик, что ли? А ты, когда ты проявишь свою инициативу? Но дело в том, что вы постоянно ее проявляете. Поэтому здесь и это вам приносит как раз-таки страдание. Отсюда вот эта вот программа страдания. Почему? Ну, потому что, вот спрашиваю, почему страдание? Выпадает император, да. Ну, потому что вы император. Потому что вы очень четко отстраиваете свои границы. Потому что выпадает паш мечей. Потому что вы очень острый на язычок, да. Вы рубите правду матку в глаза, да. Вы можете ранее другого человека. И вам это нормально не потому, что вы жесткий, ну, такой, знаете, грубый человек. Нет. А потому что вы считаете, что я это вынесу, и ты это сможешь, да. Это вот как фильмы бывают мотивационные про спортсмена, да. Когда тренер как-то на износ относится к своему подопечному спортсмену. В конечном итоге для того, чтобы он выиграл, я не знаю, олимпийские игры или какие-то там игры для себя, да, и стал победителем. Вот ты смотришь, да, когда он уже говорит, я уже не могу, да, уже сил нет, да. Ты сможешь, вот я мог, да, я такой, и ты сможешь. Вот у вас есть вот это вот качество. Потому что у вас есть эти силы. И вы можете говорить вещи, то есть я лучше тебе правду скажу, да, но ты будешь знать ее, чем я буду тебе лгать. Безусловно. Это хорошо. Но с кем? И для чего? То есть в чем заключается? Вы хотите быть правым, либо вы хотите быть счастливым? Если вы хотите быть правым, да, вы будете. Если вы хотите быть счастливым, здесь не то, что нужно лгать, а просто иногда нужно помолчать. И это самое ценное будет. То есть не озвучивать. Я не призываю никого никогда врать, потому что сама не люблю вранье. Но уметь держать язык за зубами, да, а здесь вы просто можете кого-то очень сильно ранить своими собственными словами. И причем, знаете, самое интересное, вы такой человек, что из всех ситуаций сложных вы можете выйти с их, да. То есть другим будет что-то, а вам нет. И вот здесь вот ваша вот эта вот внутренняя сила. Вот знаете, здесь такое ощущение, какая-то военная подготовка. Я не знаю. То ли вас родители считали, что вы будете мальчиком, и подготавливали вас как воина, да. Но у вас вот такая очень сильная выдержка, да. Может быть, вы спортом занимаетесь, да. Вы дисциплинированный человек, понимаете. И вы не потерпите слабости других людей. Не потому что вы не видите их, а просто вы смотрите на мир через себя. И если я могу, и ты можешь. Но и вы не будете относиться снисходительно более к людям, да, которых вы будете считать слабее. У вас огромный потенциал, да. Вот из вас получился бы хороший руководец на самом деле. Отчасти того, что есть выносливость, есть сила. Есть сила воли огромная. Есть башка, которая работает, может решать любые сложные задачи. Есть дикая энергия сексуальная. Вы можете преображать и создавать мир так, как вы хотите на своей собственной энергетике. То есть вы как этот, этот, не батарейка, а электростанция, да. Вот чтобы вы понимали, сколько у вас заряда. Вот эти вот программы вам мешают, да. Вот это вот страдание. Вы страдаете от себя на самом деле, да. Ну здесь можно, конечно, покопаться и посмотреть в дальнейшем, да. Почему, откуда у вас эти программы. Они же пройдут все-таки из детства. Но пока вот так. На что вам стоит обратить в первую очередь? Вам стоит обратить в первую очередь на вашу собственную неуверенность. Понимаете? Дело в том, что вы как будто бы в отношениях становитесь другим человеком. Ваши собственные мысли, я не знаю, восприятие мира и то, что у вас происходит в голове, оно вас ограничивает на самом деле. Вот я сказала ограничить. Мне прямо опять кольцо. Я, по-моему, в прошлый раз на тройке снимала. У меня такое ощущение, что вот меня прямо это ограничивает. Реально мешает. Причем эти ваши суждения, они именно в вашей голове, да. Это не то, что вы находитесь в каком-то супре, я не знаю, куда двигаться. А вы приходите к этому состоянию какой-то безысходности, да. Из-за того, что вот вы сами себя как-то доводите. Как будто бы... Вы знаете, вы не очень-то и любите на самом деле какие-то перемены в своей жизни, да. И они могут быть вам и не совсем комфортны, не совсем понятны. Вам приятнее больше некая такая стабильность. Вот. Но не то, чтобы вам здесь знаний не хватает. Вам здесь нужно разрушить ваши программы. Вам страшно, понимаете, здесь программа заключается в том, что вам страшно создавать отношения. Вам страшно создавать отношения. Вы боитесь, что вас бросит. Может быть, у вас такая программа уже была, что вас составит. Здесь вы на данный момент не создаёте гармоничных отношений, потому что вы бездействуете. А бездействуете вы, потому что боитесь. А боитесь от того, что уже был в вашей жизни какой-то уход, было какое-то расставание. Не важно в каких это отношениях. Но вот вам здесь говорят, нужно огнулиться. Знаете, дело в том, что по шуту здесь нам карта показывает о том, что вы придаёте какую-то большую значимость человеку, с которым вы выстраиваете взаимоотношения. Вот здесь вот вам по башне надо это как раз-таки разрушить, когда вы слишком много значимости придаёте другому человеку. Тогда вы вкладываетесь в него, что-то там совершаете. Вы как будто бы, знаете, создаёте свой проект из человека. И потом в этом разочаровываетесь. И вот здесь главная задача, скорее всего, не придавать найти вот это, вы знаете, своё внутреннее спокойствие и тишину. Вот это вот ваша неуверенность, да, и то, когда вы находитесь в каком-то ступоре, оно с караски с этим связано, что вы возвышаете человека, да, вы ему придаёте больше значимости, больше ценностей. Чем он представляет из себя на самом деле. Либо, если мы не говорим о людях, а говорим вообще о понятии отношений. То есть что есть для вас отношения, это для вас, вот, прям, знаете, какое-то вот, не то, что вы больное место, а оно очень важное, оно очень значимое для вас. Вот эту вот важность, да, градус этой важности нужно поубавить. Иначе вы, ну, не сможете... Вот здесь вот эти вот программы, да, того, какого человека вы хотите, прям вот этот вот самый-самый идеал, почему? Потому что для вас это значимо, это очень важно. Вот это нужно убрать. Убрать, ну, занизить. Я не говорю, чтобы обесценивать человека, а я просто говорю, не придавайте этому столько значения, не придавать это, не вкладывать туда, не зацикливаться на этом, вот прям, если это не идеальный человек, он не подходит, не вписывается в мои рамки, в мои ожидания, я не буду с тобой встречаться, я не буду с тобой общаться. Нет, не делайте это, потому что, ну, вы все равно включаете вот эту вот программу ожиданий, да, поскольку вы ожидаете вот это вот самое идеальное, и вы его не получаете, от этого в дальнейшем вы и страдаете. Потому что ожидания есть, а, как правило, когда чего-то ожидаешь, редко, когда ты получаешь в реальности, вот прям в копии, да, того, что ты прям захотел. Я не говорю, что это исключено, это возможно, в жизни все возможно, но вам это приносит как-то в вашем случае какое-то разочарование. Ну, что еще брать? У вас страхи есть. Знаете, принять решение и взаимодействовать, знаете, не то, чтобы совсем прям уж на равных с другими людьми, а больше акцент делать для себя, на свое собственное удовольствие, на получение наслаждения. Но вот здесь вот через состояние идут. Не опираясь на логику, а больше на то, когда вот ваши кубки, они наполнены, когда вам хорошо. То есть здесь вот нужно принять такое решение. А вы, видимо, в отношениях ставите. Ну, весы больше склоняются. Прошу прощения, видео прервалось. Я говорила о том, что весы склоняются больше в сторону построения партнера, да, значимости и важности партнера. Я вложила здесь дополнительные карты, потому что не обратила внимания, что видео прервалось. И говорила о том, что да, вы сможете выстроить те отношения, которые вы хотите, но у вас проблема заключается в том, что сразу возникает страх. Вообще страх перед чем-то новым, перед построением новых отношений. И почему? Потому что, когда вы только это начинаете выстраивать, у вас сразу по аэрофанту появляется вот эта вот программа того, а как нужно, как правильно. вот вы как будто бы себя, вот этот ремень, о котором я говорила в самом начале, да, не можете расстегнуть. Вы не можете выдохнуть, вы не можете расслабиться. Вот эти вот морали, вот эти вот нормы, да, догмы, как надо в идеале, у вас вот это вот сразу включается. То есть пока отношений нету, да, вам вроде бы все хорошо. Как только появляется, у вас сразу вот этот вот страх. А как я их буду строить? А как надо? А как правильно? А как не ошибиться? А как это? А пятое, десятое? У вас сразу всплывает воспоминание вашего, ну, ваших сожалений по поводу того, как вы выстраивали отношения, да, сразу вспоминается этот неприятный опыт. И, с одной стороны, вы сразу переключаетесь на профессиональную сферу, да, зарабатывание денег. А с другой стороны, у вас сразу возникает вот это вот ощущение, чувство несправедливости, когда я вкладывался, либо вкладываюсь в отношения, да, а где справедливость, где то, что я получил. Ну, то есть я не то получаю. И у вас сразу появляется желание завершить все. Я уже не хочу, не хочу таких отношений, вообще не хочу любви, не хочу ничего другого, да, но это вот какой-то вот обман. да, и изначально, да, у вас сразу прям, сразу идут, вы забываете о том, что вы хотели любовь, вы хотели себе человека равного, и вы убираете, ну, занижаете сразу свою планку, прям, в самый-самый низ. Идут качели не в ту сторону, да, сразу мы теряем ориентир, сразу теряем путь, не можем сделать правильный выбор, и больше, знаете, у вас сразу переключаетесь на профессиональную сферу. То есть, если речь идет о выстраивании гармоничных отношений межличностных, то вы сразу переключаетесь на профессиональную сферу, да, я не могу, я лучше туда, да, вот здесь вот я могу, я умею делать деньги, я умею зарабатывать, я умею реализовываться в социуме, вот, а здесь я не умею, здесь у меня не получается. Вот, поэтому, ну, есть такая программа, которая говорит о том, что у вас отношения, и для вас это страдания. Ее нужно поменять, она самая такая ведущая, главное. Вот такой вот у нас с вами был расклад, я благодарю вас за внимание, на следующей неделе, наверное, я проведу, в четверг, возможно, эфир, приходите, мы с вами пообщаемся, да, заглядывайте почаще в раздел сообщества, посты смотрите, не пропустите там анонс, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.